Великой Отечественной войне Многие из которых стали настоящими литературными бестселлерами Многими из которых потом воспользовались кинематографисты Написав сценарий и отсняв фильмы, которые для многих из нас с вами до сих пор являются любимыми Это и батальоны просят огня, и горячий снег, и на войне как на войне В первую очередь для меня, как для читателя, эти произведения цены своей достоверностью и правдивостью Во многом, видимо, из-за того, что авторы этих произведений Если не были напрямую участниками и очевидцами этих событий, то были как минимум современниками их Мой дед прошел всю войну с 1942 по 1945 год Брал Варшаву, Берлин К сожалению, очень мало рассказывал о войне Не любил Но когда он все-таки рассказывал о военных годах Об эпизодах своей военной фронтовой службы То, конечно, я слушал с замиранием дыхания Я ожидал от него услышать рассказы о героических атаках, сражениях, наступлениях А дед в основном рассказывал про голод Про страшную бомбежку, под которую они попали с его батареей под старой русой Рассказывал о редких минутах затишья на фронте Воевал на фронте у Рокоссовского и видел, как отдыхал маршал со своим штабом Конечно, прямая заслуга, например, Татьяны Лиозновой О том, что для съемок своего фильма «17 мгновений весны» Она привлекла замечательную плееду актеров Дурова, Тихонова, Броневого, Табакова, многих других Но не случайно она обратилась к материалу Юлиана Семенова Юлиан Семенов сам свои романы, а их у него 13 Которые объединены одним персонажем Называл политическими хрониками Главный персонаж всех его 13 романов Это наш советский разведчик Всеволод Владимирович Владимиров Многим более известен, как Максим Максимович Исаев Или Макс Отто фун Штирлиц Главное в этом персонаже, что нравится мне Это не столько его профессиональные способности, как разведчика Сколько безмерная преданность Родине Большое человеколюбие, сила воли, выдержка Почему человеколюбие? Возьмите любой из романов Помимо выполнения главной стратегической задачи командования Он обязательно кого-то спасает Если это испанский вариант, то прогрессивного журналиста Если это «17 мгновений весны», то еще и радистку Юлиану Семенову удалось в этих своих произведениях Очень достоверно воспроизвести окружающий нашего разведчика исторический фон Это вот как короля делает свита, так и Штирлица нашего Сделало достоверное описание и перечисление имен политиков События, которые происходили У Елены Семенова все точно До мельчайшей складки на мундире Я читал воспоминания и мемуары Вальтера Шелленберга Дневники Генриха Мюллера Поверьте, все точно На самом деле, конечно, Штирлиц — это не английский суперагент Джеймс Бонд По большому счету, если посмотреть внимательно произведение «17 мгновений весны», произведение «Приказано выжить», экспансия Нацисты все время опережают нашего разведчика, идут на два шага вперед Они играют с ним, как кошка с мышкой в поддавки, фактически И в большинстве случаев он свои малые бои просто проигрывает Становится даже порой страшно, как этот человек может противостоять Огромной мощной махине нацистского государства Той круговой поруки нацистов, которую они создали себе и после войны И вот именно это делает его для нас симпатичным Это его любовь к родине Это несгибаемость Ведь Штирлиц уехал из Владивостока, последний раз видел Советский Союз в 1922 году А вернулся только в 1950-м 30 лет не бывая на родине, он продолжает ее любить И делает свою работу так, что помогает не только своей стране Но по большому счету и всему миру И люди ему помогают Свое главное стратегическое сражение Он выигрывает вместе со своей родиной И особенно это актуально сегодня Когда, как мы говорим, кое-кто на Западе пытается переписать историю Второй мировой войны, Великой Отечественной войны Убедить меня в том, что победу народам Европы принес не мой дед Это не так Мы знаем правду Кстати говоря, достаточно многих людей Этот цикл политических хроник Юлиана Семенова 17 мгновений весны и остальных Сподвигли и привели к тому, что воспитали целое поколение Настоящих, российских разведчиков Контрразведчиков Сотрудников милиции, полиции Очень многие люди, мои сверстники Очень многих поколений, нескольких поколений Благодаря этим книгам Пришли на эту сложную службу И продолжают многие из них работать по сей день Продолжение следует... Продолжение следует...